Главной темой собрания районной организации многодетных родителей «Счастливая семья» стал земельный вопрос. Число очередников растет, а количество земельных участков, выданных многодетным семьям, не увеличивается. Всему причиной, как таковое, отсутствие свободной земли на территории района. Какая работа ведется администрацией в данном направлении и о действиях самих многодетных родителей, которые объединились в инициативную группу, в нашем следующем сюжете. Многодетными быть нынче не модно, поэтому им особенно нужна всесторонняя поддержка, считает председатель Ленинской районной организации многодетных родителей «Счастливая семья» Наталья Рудецкая. На сегодняшний день самый актуальный вопрос – земельный. Дети должны жить на природе, расти на природе, грядки полот, с животными общаться. В городе тяжело растить детей. Для администрации района поиск и передача земельных участков многодетным – выполнение закона. Правда, в настоящее время процесс этот тормозится отсутствием свободной земли в районе. Пытаясь найти выход из ситуации, власти обращаются в соседние районы. Но многие отказываются, считая, что ездить на отдых за сто и более километров бессмысленно. Земля находится свободно в Шатурском районе, поселок Тугалецкий бор. От нас это порядка 140 километров. Уверяют нам, что там все инфраструктура и все остальное. Но, к сожалению, это очень далеко, что теряет смысл эффект этого закона. То есть невозможно жить, работая в Ленинском районе. То есть получается по факту, что мы должны уехать туда, переселиться туда. И проблема многодетных должна исчезнуть. Для решения проблемы многодетные родители создали инициативную группу. Главными члены группы считают вопросы коммуникации многодетных семей с местной властью. У меня не ссоциальная помощь. Я отказываю вам все. Потому что в Москве еще все отказываю. Вы мне сказали, приметите, начнем бумагу. Я только жду вашего вызова. Вы отказываете, что отказываете? На собрании, проходившем в детской школе искусств, были заданы и другие вопросы, касающиеся выдачи земельных участков. К примеру, если встали на очередь несколько лет назад, землю не получили, а старшие дети перешагнули 18-летний рубеж. По уверению специалистов, беспокоиться не стоит. По закону такие семьи имеют право на получение земли. На встречу можно было задать вопросы и на другие темы. Но, к сожалению, не все многодетные родители знают свои права. Семьи, для которых финансовый вопрос, как правило, наиболее значимый, порой не знают, что закон помогает им экономить на тех или иных тратах. Например, компенсация на приобретение школьной формы или лекарственных средств. Пока родители решают свои взрослые вопросы, у детей есть возможность повеселиться. Тем более, что до начала нового учебного года осталось совсем немножко. Посмотрим, чем они там занимаются. В зале ДШИ аниматоры приготовили для ребят различные игры и конкурсы. Прыгали на большой скакалке, тянули канат. Кстати, девчонки оказались сильнее. Пели, танцевали. В общем, было весело. А в конце праздника все получили подарки от местного отделения «Единой России». А это уже традиция. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ. ТВ. Продолжение следует...